Количество зараженных клещевым энцефалитом в республике в прошлом году увеличилось вдвое. В этом году ситуация может быть еще хуже, предупреждают эксперты. Зима была довольно теплой, благополучно перезимовали и сами клещи, и грызуны – основные распространители опасных насекомых. Прививки ставить обязательно и быть внимательным, находиться в определенных местах, где скопление большое клещей может быть, высокая трава, густые кустарники, где они могут находиться. Но так считают далеко не все. В прошлом году от вируса защитился лишь каждый четвертый житель республики. Я не ставлю прививки. Почему? Хотя у меня есть огород, я хожу в лес. Как ты, не знаю. Привычки нет пока такой? Нет такой. Ну, вообще-то думаем сейчас о том, что надо прививки сделать, просто пока не обращались. А так, ну, обрабатываем участок, в принципе, по периметру. Сколько лет уже огород у нас? 11, но ни разу пока не было клещей. Пока не прививайтесь? Нет, нет, только застрахуются все. Между тем, вакцина в Удмуртии уже поступила. Бесплатно ее ставят только детям, при согласии родителей. Весной врачи планируют привить 3000 школьников и дошколят осенью еще 5000. Все детки у нас заведены в программу и есть у нас учет этого контингента. Поэтому, как только вакцина, плановая вакцинация подходит, мы в любом случае ознакомливаем родителей с данной прививкой и прививаем их по плану. По плану прививку врачи должны поставить 2-3 раза с интервалом до 1 года. Только тогда можно защитить себя на 99%, говорят эксперты. Если поставлена В1 в этом году, одна аппликация, она еще иммунитета не вызывает. Через 5-6 месяцев нужно поставить вторую аппликацию, вот кто впервые начал. Это осень будет. Только тогда выработается у человека иммунитет к данной инфекции. А через год сделать еще ревакцинацию или третью аппликацию, тогда уже просто отличный будет иммунитет у человека. Единственное, цены на вакцину от клещевого энцефалита в этом году заметно выросли с 300 до 500 рублей. Платная останется и услуга по исследованию клещей. Роман Вагинов, Максим Кузнецов, телеканал «Моя Удмуртия». Роман Вагинов, Максим Кузнецов, телеканал «Моя Удмуртия». Роман Вагинов, Максим Кузнецов, телеканал «Моя Удмуртия». Роман Вагинов, Максим Кузнецов, телеканал «Моя Удмуртия».